В зоне заработали инструменты продвижения, трафареты, рассылка бонуса, что пока я нес один, упал еще один заказ. Вези меня в такси, в салоне самолета. Принес один, сейчас пошел за вторым, отнесу второй, еще упал третий заказ. Мы их сами собираем, сами придумали модели. Радоваться пока нечем, чем больше моих походов на ВБ, тем больше людей получают наш крутой продукт, наши крутые браслеты, поэтому в этом выпуске будет ВБ тоже. Второй день подряд уже вожу туда новинки. Мы встретимся фразами честными, задержками на двои, губительная слабость, на двои губительная радость, мурашки, косы, ноги по холодному паркету. Ну что, друзья, какой же у нас выпуск без склада в Айлберисе? Как же я могу снять, скажи, я могу позволить себе снять выпуск, в котором не будет моего похода в Чертану, на Чертановский склад в ВБ. Такого пока нету. Чем больше моих походов на ВБ, тем больше людей получают наш крутой продукт, наши крутые браслеты, поэтому в этом выпуске будет ВБ тоже. ВБ прям что-то распогодился, и второй день подряд уже вожу туда новинки. Ну, посмотрим, мы недавно новинки выпутили, посмотрим, что с этого получится. Я видел, недавно появилось видео, где там чувак, короче, на день рождения летел куда-то, и он один в, ну, видео было и фото, то, что один в салоне самолета. Ну, короче, у нас, конечно, не салон самолета, но, короче, типа, вот. Одному в маршрутке гонять, это почти прям как в самолете одному ездить. Или хотя, хотя нет, забейте. Видите, один, действительно, один. Вези меня в такси. Отношу сейчас в Озон браслет, и понимаю, что в Озоне заработали инструменты продвижения, такие как трафареты, такие как рассылка бонусов, но об этом подробнее в выпуске. Слушайте, второй раз за день, за утро, точнее, отношу браслет в Озон, так оказалось, что пока я нес один, упал еще один заказ, а этот у меня уже был собран на сегодня, и мне нужно было его отнести днем, но так как Акцифер омаровался сразу на два браслета, то, как бы, на ПВЗ, сотрудник ПВЗ сказал, что вы можете принести оба, поэтому я принес один, сейчас пошел за вторым, отнесу второй, еще упал третий заказ. Вроде бы все хорошо, надо радоваться, но радоваться пока нечему, я сейчас скажу, почему я так говорю. Как я уже сказал, мы честно рассказываем о развитии нашего маленького семейного бизнеса с супругой на маркетах, и мы развиваем браслеты, продаем браслеты из натуральных камней и ручной работы авторской, то есть мы их не перепокупаем, мы их сами собираем, сами придумали модели, собственно, сами собираем. И тот момент, почему я говорю, что иногда не стоит радоваться, что, ну, там, типа, на Озон, там, первая продажа, вторая, там, третья, да, одни подряд. То, что, например, если взять вот эти три браслета, два, которые я сейчас отнес, и один еще, на который надо на завтра отнести, они проданы, если у одного там есть небольшой плюсик, у нас себестоимость браслетов примерно 900-1200, в зависимости от того, какой камень, еще раз повторю, потому что у нас ручная сборка, авторская работа, авторская упаковка, вот это все, да, то есть мы не перепокупаем с Китая за 200 рублей, не продаем потом за 400, вот, поэтому у них изначально себестоимость за ручная работа дорогая. И какой момент, вот эти браслеты, которые последние, они проданы по акции, если у одного еще есть какая-то там небольшая, ну, там, сверху, да, прибыль, то вот у этих последних двух проданных, там, они попали в акцию, в итоге там продались за 1300, ну, как бы, 1300, ну, как бы, 1300 минус, минус, там, логистика, минус маркету за продажу, получается, и, ну, короче, внимательно смотрите за акциями и за товаром, за, как бы правильно объяснить, внимательно смотрите за акциями, акциями и какой товар, в какую акцию вы добавляете, да, потому что нужно мониторить очень серьезные цены, может оказываться так, что вы добавили в какие-то акции, в эзоне они там плюсуются, и в итоге они начинают, товар начинает продаваться не по той цене, по которой бы вам хотелось, поэтому на это стоит обратить внимание. Показать вам инструмент трафарета, который находится в разделе продвижения, да, под раздел трафареты, это в админке Озон Селлер. Я, когда только начинал вести блог о наших потугах развития нашего магазина, браслеты из натуральных камней, хвоутсми, я очень негативно отозвался об инструменте трафареты, потому что мы там включили их, Озон всем рекомендует включать трафареты в своих вот этих вот вебинарах и так далее, да, и мы их включили, у нас накипело там на минус 4,5 тысячи, и в итоге там у нас первый период, когда мы должны были денег получить, мы там вообще ничего не торговали, второй у нас был в минус, потому что трафареты накрутили, продажи были нулевые, и я немножко расстроился, и так сказать, светлый на то, что инструмент трафареты не работает, но вот в последнее время они что-то подкрутили, что-то улучшили, и я сейчас хочу вам показать вот небольшой мой положительный опыт с этим инструментом, да, смотрите, во-первых, вот те трафареты, которые я включал первый раз, они были на просмотре, я тогда не нашел на клике, скорее всего, у Озона тогда не было по кликам, да, есть по показывать трафареты по просмотрам, сейчас они сделали на клике, вот, то есть, соответственно, мои последние вот, последние мои запуски трафаретов были, да, были, видите, ну, CPC, Cosper Click, да, то есть я их включал все по кликам, то, что так выгоднее, когда ставишь там 550 рублей минимальной суммы открутки в день, одно дело просто показы, он тебе там огромное количество показов, как бы, откручивает, а что там, кто там, не очень понятно, как бы, да, когда за клики понятно, есть возможность поставить, во-первых, цену клика, он минимальная цена 2 рубля за клик, но есть возможность поставить свою цену, он сначала, когда ты добавляешь товар, вот, продвижение товара, да, например, давайте сейчас покажу, как вот, как создавать, не продвижение товара, сори, вот, создать компанию, трафареты, продвижение в поиске и брендовая полка, про это потом, у меня вот есть опыт продвижения в поиске, про брендовую полку ничего не могу рассказать, вот, про трафареты, давайте вместе попробуем создать, да, компанию, например, трафареты, и вот здесь вот, видите, есть запоказы, а есть заклики, и вот у меня работает заклики лучше, да, вот, давайте вернемся в, вот, это вот называется, окна атрибуции, да, вот, статистика, и вот даже, например, смотрите, видите, я там, Нью, новая компания, CPC, женский плюс Дзи, да, то есть, и вот с дневной бюджет 550 рублей в день, там охват 9,9%, это доля уникальных посетителей, видишь, в ваших товарах за выбранный период. И вот тут, смотрите, при расходе 791 рубль был 31 показ, кликов было 307, да, кликов было 307, и, собственно, ну, как бы, да, вот с этой компанией, вот с этой, да, мы потратили на нее 791 рубль, да, и заработали 1300. Как бы, ну, вроде бы там не очень, да, но дело в том, то, что, смотрите, какой момент, тут очень важно понимать, что люди, которые кликают и переходят, да, как бы вы включили трафареты, то есть, не нужно считать это золотой кнопкой, что вы включили, и как бы, ну, типа, блин, расход 791 продали на 1300, но с 1300 нужно еще заплатить, собственно, там, менеджерам, там, логистика, эквайринг, когда выводится, да, и так далее. И какой момент, в чем тут суть, когда в трафаретах, после просмотра трафаретов люди переходят к вам в карточку, они могут добавить в корзину и сохранить еще в избранное, и вот потом вы сможете другим инструментом до этих людей достучаться, то есть, таким инструментом, например, как рассылка бонусов. Я в следующем видео расскажу про инструмент рассылка бонусов, то есть, соответственно, у вас там, грубо говоря, народ надобавлял в корзину, да, там, ну, купили один, ну, хорошо, не купили, но зато у вас там, условно, в корзину добавлено, например, 20-30 штук. Вы заходите в другой инструмент, он вот здесь находится, продвижение, бонусы продавца, туда проваливаетесь, включаете рассылка бонусов, да, и вы, получается, делаете повторное касание по тем, кто добавил в избранное, либо сохранил в, как это сказать, либо добавил в корзину, либо добавил в избранное, и получает чек, получает ваши бонусы, да, и это получает второе касание, и у нас вот рассылка бонусов тоже неплохо начала работать в последнее время. Первое время она работала плохо, но я как бы понял, почему, потому что я рассылку делал, там было, во-первых, мало народу, кто добавлял в корзину, очень мало, и там, ну, получается, рассылка была, но она была, там, как бы, по всем подряд, их было мало и так далее. Сейчас Азон выкатил, он апгрейд сделал, рассылки бонусов, там есть возможность теперь отдельно по женщинам, отдельно по мужчинам, и отдельно там по Москве, там, Нижний Новгород, либо какие-то дальние регионы, то есть более точно таргетировать появилась возможность, вот. Поэтому, вот, смотрите, давайте мы вообще, например, сделаем с вами предыдущий месяц, текущий месяц, давайте попробуем предыдущий месяц, что у нас там трафареты, да, мы их не крутили, давайте попробуем текущий месяц применить. Вот текущий месяц, да, заказы по одному было, да, то есть вот тут вот расход был, блин, там, где-то тут 800, тут 700, да, как бы, и вот здесь заказы 2000 и 1300. Я говорю, но, когда вы крутите вот заклики именно, да, очень важно, что понимать, что в аналитике, да, вот здесь то есть аналитика, графики, воронка продаж акций, вот в графиках, будет видно, будет виден рост добавления в корзину и будет виден, ну, рост там, вызбранный и так далее, и это важно, то есть, как бы, грубо говоря, вы тем самым выстраиваете сами в себе воронку. Вы, там, покрутили трафареты, потом взяли, рассылку бонусов сделали. Я не рекомендую сразу с первого момента делать рассылку бонусов, да и даже, знаете, насчет трафаретов нужно будет подумать, если у вас, ну, как бы, есть бюджет, да, ну, покрутить, то, бога ради, если, как бы, нету, потому что будет списываться с продажи, то есть вы, там, накрутили на 4000, вот как мы только зашли, у нас ничего не продалось, у нас кабинет в минусе был. То есть, тут надо понимать, что карточки должны индексацию пройти, да, карточки должны покрутиться и должны подобавлять в корзину. Но трафареты, но я говорю, мы крутили за показы, вот, тогда, по-моему, не было, когда мы включали за клики, вот за клики получше, тут хотя бы понимаешь, что сколько кликов и кликами можно управлять. То есть, вот, например, смотрите, давайте мы с вами зайдем, вот, новая компания, да, вот сюда, женские браслеты плюс браслеты Дзи, да, как бы, и вот здесь, видите, ставка за один клик, 3 рубля, но это я поставил ставку, равную цене конкурента. То есть, я просто хотел посмотреть, как это сработает, если мы, например, там дальше пойдем, то вот есть там, где 2 рубля, да, например, а у нас 3 рубля стоит, да, или, например, вот есть, где намного дорого, ну, то есть, тут есть ставка, у некоторых конкурентная ставка 14, больше, да, вот, например, 4 рубля, да. Но я поставил 3, чтобы не скрутить бюджет, потому что я только, вот, как бы, привыкаю к этому инструменту, я еще не нашел золотую середину, то есть, там у нас недавно вышли браслеты с серебром и, например, секунду, вот, ну, здесь ставка 2. Ну, вот, у нас некоторые браслеты, там ставка конкурентная 14, я ставил 3, потому что я боялся за то, что быстро скрутит и, как бы, не пойму, в чем дело. Плюс мы выкатили новинки, я рекомендую, когда вы выкатываете новинки, включать инструмент трафареты, чтобы он эти новинки вам, ну, как бы, как сказать, быстрее прокрутил, да, то есть, потому что люди за счет инструмента их увидели, да, то есть, там, хотя бы на, ну, там, на 2, на 3, на 4 тысячи покрутить, сколько, насколько есть возможность, потому что, если включать просто за просмотром, получается просмотров огромное количество, а я особо, ну, тогда результаты не увидел, а когда на клики перешел, то пошли хоть какие-то продажи с этого инструмента, вот, соответственно, у вас, когда вы крутите по кликам, да, у вас есть возможность, во-первых, цену клика установить вот здесь, да, во-вторых, увидеть, какая конкурентная ставка у конкурента, да, по этому товару, поэтому, что я хочу сказать, инструмент трафареты, он, может быть, не так круто, как это Озон рекламирует, но он работает, плюс вот здесь вот есть дневной бюджет 550, это минимальная ставка, но когда ставишь за клики, он не откручивает в день на 550 рублей, он гораздо меньше откручивает, чем меньше ставка, тем медленнее он откручивает, там, если ставка, условно, 2-3 рубля, но это смотря по какой нише, то у меня там в день откручивает, там, бывает на 170, бывает на 200 рублей, то есть 550 рублей хватает крутить там на 2 дня, но с учетом, что вот, да, тут 730 рублей, мы получили 295 кликов и там добавление в корзину, да, там, и, собственно, можно потом будет бонусами подогреть. Соответственно, я в следующем видео, кому понравилось, ну, или у кого остались вопросы, пишите комментарии, поделюсь, мы с супругой развиваем этот бренд, у нас семейный небольшой бизнес, да, браслет из натурального камня, мы, как бы, сами являемся производителями, сами продвигаем, у нас есть два специалиста в команде, начинающих молодых специалистов, которые нам помогают в развитии, качают свой скилл, нам помогают в развитии, у нас очень классная команда выстроилась, крутая коммуникация, да, специалисты, вот, менеджеры берут на себя операционные задачи, да, там, операционные, творческие где-то, апгрейд карточек товара, описание, вот, мы больше, я больше как за продвижение отвечаю, да, то есть и за внедрение новых новинок, поэтому, получается, мы загружаться, молодой начинающий селлер, да, поэтому, если у вас будут вопросы, пишите, задавайте, пишите комментарии, вот, лучи солнца за, там, лайк, комментарий какой-то, да, позитивный, потому что трудно начинать, нелегко начинать новый бизнес, особенно, когда бренд не раскручен и особенно в такое время, поэтому я буду, мне будет очень приятно, если поставите, там, не знаю, тресните колокольчик, поставите лайкосик, да, там, нравится поставить, вот, а я в следующем выпуске расскажу про другие инструменты, которые работают, как работают и работают ли они у нас, вот, поэтому всем спасибо за просмотр и пока-пока.